Здарова, мы давно не смотрели с вами нафига, поэтому сейчас мы посмотрим властелин конец на работе. Властелин конец, давай. Коллега, не желаете поработать сегодня сверхурочно? Не желаю. Я могу отказаться? Конечно. Например, от мысли вернуться вовремя домой. Потрясающе. Надеюсь, вы мне за это хотя бы заплатите? Лучше, позволим ночевать в офисе. Спасибо. Как только в голову убежала. Так это не работает. Видимо, придется все же поработать. Видимо, придется все же увольняться. И я вообще-то свободный человек, а не раб. И я не позволю вертеть с собой, как вздумается. А за премиальный пирожок? Нет. С повидлом. Блять. Не сегодня. Вертеться. Я точно уволюсь. Да, да. О, это все так доработится. Знаешь, что-нибудь кто-нибудь говорит, все, я буду валяться. Это не воносимо. И все равно, все, это тебя говорит. Классика. Классика. Бу-бу. Ла-ла-ла-ю. Я сижу. Фигней страдаю. Товарищ сисадмин, да вы охренели. Хоть вид бы сделали, что работаете. Да я, может, и рад бы сделать. Я же не виноват, что. Света нет. Опа-на. А что, это электричество, что ли, отключили? Хуже. Пока еще не изобрели. Как же я уже заколебалась учиться. Сперва в школе. Одиннадцать классов пашешь. Теперь еще в универе учиться лет пять. Жизненно. Да. Не надо тебе расстраиваться. Это же просто учеба. А потом работать всю жизнь. Еще хуже. Здесь ничего сложного. Да, а потом работать. Конечно, временами бывает тяжеловато. До пенсии. Я уверен. Если ты живешь. Ты карешься с этим. Ха, ну ты неудачница. Хорошо, что я давно уже закончил универ. Мне-то до конца жизни теперь только работать. Ну вот. Плачь. Да. Да. Прибыли, парни. Вот она. Ваша карьерная лестница. Десять лет, и повышение у вас в кармане. На одну ступенечку. Мочельника супасть, на самом деле. А, ну тогда на пути вас еще будет ждать, платоядная паучиха. Иппин, вставай. Пора на работу. Что, страшный сон? Да. Приснилось, будто я попал в ад. Что, приснилось, будто ты устроился работать в НТС? Нет, ну не настолько в ад. Пробычный. Ну и как оно там? Да как у нас перед дедлайном. Больно, страшно. И все в огне. Адское пекло. Там было так горячо, будто я летом в пластхарте. Чай на штаны пролил. И ты копил такую человеческую жару? Терпел. Но потом... Там откуда-то появилась наша менеджер Лена. Она сказала, что ей дует. И вырубила черта в кондиционер. Оооо! Это же там как-то, знаешь, в маршрутке какой-нибудь. Или в автобусе. И там вот есть этот человек, который говорит, Закройте мне дует. Ооо, это ужасно, да. Ну? И почему производительность упала? Вы же сами наши дела сократили до двух человек. Мы и так зашиваемся, ну сами подумайте. Вообще-то папа назначил меня директором, чтобы я бумаги подписывал, а не думал. И вообще, как это вас водили двое? Если я сегодня твоего коллегу в отпуск отпустил. Шиза. А, это еще хуже сделал. Знаете, я тут подумал, а не забухать ли нам сегодня часом? Так сказать, отметить День защиты Куал в Западной Австралии, который так удачно выполнен текущую пятницу? Ну уж нет. Это знаешь, как... Я в завязке. Мужики, мужики! У меня новости! Там аванс дали! Все, я в развязке. Давай. Зайб**ись! Гуляем! Мы себе тоже дали аванс, и у меня такая же была реакция у всех. Кто вообще придумал девятить свой рабочий день? Это ж просто невозможно. Ты же чисто такой после работы приходил. Одно меня радует. Закончится он скоро. Че там? Много еще осталось? Примерно где-то еще 8 часов 45 минут, мистер Фродо. Он только пришел. Как так-то? Извините, пожалуйста. Когда сидишь на работе, время считаешь, что он так медленно делает. Давай, давай, господи. Хоть бы дожить до конца дня. Думаю, что ну все, ну все, уже осталось 15 минут, да? А там еще 2 часа до конца. А можно мы не будем участвовать в конкурсах? Корпоратив у вас, конечно, классный. Но мы не настолько пьяные. Это кто тут не пьяные? Ну-ка выдайте-ка им для храбрости 100 грамм Ашановского полусаладкого. Я очень не понимаю, что вы варите-то, а? Накачиваем его до отключки! Да зачем сразу до отключки-то? Девочки, девочки, ну... Чтобы приставать к нам! Не вздумали! Мы все-таки ранимые нежные создания! Сами потом приставать будем! Как тебе не стыдно? У коллеги день рождения. А ты отказываешься скинуться. Да почему я вообще? Каждый раз должен, блин, скидываться. Потому что в нашем офисе дружный и сплоченный коллектив. А я работаю из дома. Но это на подарок Алексею. А мне плевать. Сказал, не буду скидываться, и точка. Да тебе всего лишь надо поджечь себя и скинуться с обрыва. Тебе что, сложно? Ну ты все-таки шлоп такой. Я не жилоб. Я Алексей! Вот это провал. Неудобно получилось. Да, провал. Эй, ты не понял. Мне хоть кто-нибудь в этой вашей конторе поможет? Уважаемый клиент, вы обратились в техподдержку. Мы не занимаемся продажей гипсокартона и пенопласта. Вы ошиблись. Третью неделю отвечают мне, как роботы. Ничего. Рано или поздно меня точно соединят с компетентным специалистом. Странно, это все-таки вещь в воскресенье. Вроде выходной, а вроде и нет. Да. Тем не менее. Самое грустное время это вечер воскресенья, когда ты понимаешь, что завтра рано идти на работу. Очень печально. На работу нам только завтра. Так что, можем еще немного отдохнуть. Да уж, наверное, ты прав. Хотя все равно, как-то мне немного не по себе. Что такое? Понедельник померещился. Откройся, офис! У нас тут работа! Вы идиоты, парни! Сегодня суббота! На самом деле, в ролике показано очень много жизненных моментов, от которых даже просто грустно становится. Просто ты это не понимаешь. Когда, знаешь, я в школе училась, в универе. Когда училась в школе, я не понимала какие-то вещи, которые в универе. Знаешь, что такое медиа, что такое сессия, что такое экзамен. Ты в школе думаешь о том, что, типа, блин, ты бы школа закончилась, сраная. А еще думаешь, что эти экзамены сдать, переживаешь. И будет такая свобода. А, в универе? Да, ну, в универ, там, дальше работа. Думаешь, блин, классно, сейчас, быстрей бы закончить эту школу, сраная. Будет свобода. Будет сам в себе. Такой, да. Потом идешь в универ, думаешь, что ладно, ладно, сейчас сессия, эти ужасные сессии, господи, эти экзамены. Нормально, сейчас закончим, пойдем на работу, там уже не надо учиться, ничего не надо учить, все будет хорошо. А потом ты знаешь, что работаю, она никогда не заканчивается. Это прям самое большое, самое большое разочарование в жизни. В общем, большое спасибо вам за просмотр. Увидимся. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может, лучше это? Сложный выбор.